МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как айфономания поглотила украинцев? Сегодня будет ночь айфонов. Как контрабандисты провозят седьмые айфоны в Украину? Через митницу официально пришло 0,0 и 0,10 телефонов. С кем и за сколько договориться, чтобы провести модные гаджеты без документов? Ну, мне вас просто посоветовали, что можно завести большую партию товара, но неофициально это сделать. Почему на все это закрывают глаза и налоговики, и пограничники? Горрупция на контрабанде, на митнице. Сегодня в секретных материалах мы раскроем все схемы серых продавцов. 21 октября в Украине стартовали официальные продажи седьмых айфонов. Там уже несколько сот человек. Тысячи покупателей пришли к магазинам за новым телефоном еще ночью, не дожидаясь открытия. И создали нереальные очереди. Девальвация гривны, высокие тарифы – все это их мало беспокоит. Ведь эти украинцы пришли за седьмым айфоном стоимостью от 24 тысяч гривен. Айфономания просто поглотила украинцев. Кто-то отстоял в нереальной очереди, чтобы схватить новенький телефон. А кто-то даже в честь нового телефона изменил имя в паспорте. И таких украинцев уже двое – 1988 и 1996 года рождения. Оба из Черкасской области. Они действительно взяли себе фамилию айфон и имя 7 и показали новый паспорт. Причина такого переименования проста. Один из интернет-магазинов пообещал отдать седьмой айфон всего за одну гривну тому, кто решится сменить имя и фамилию на айфон 7. Но вот сдержал ли свои обещания магазин, пока неизвестно. Кто из депутатов уже успел обзавестись новомодным девайсом от Эппл? Какой у вас телефон, расскажите. На айфон 7 час. Тоже схожий у вас телефон на 7 айфон. Смотрите через пару минут. Приобрести официальный айфон 7 и айфон 7 плюс украинские покупатели могут исключительно в 10 авторизованных сетях магазинов. Но еще задолго до старта официальных продаж интернет был просто усеян предложением купить новенький девайс от Эппл неофициально. А айфон 7 можно у вас заказать? Да, конечно. Какая модель 7 айфонов интересует? В интернет-магазинах выбор нелегально ввезенных седьмых айфонов просто зашкаливает. В любом цвете есть у нас. У нас снизу есть. А все в наличии, все, что есть на сайте, есть? Да, да, да. Вам продадут любую модель, которую захотите. И подешевле, и подороже. Цены на самый дешевый новомодный Эппловский девайс стартуют от 23,5 тысяч гривен. Модели подороже от 32 тысяч гривен. А какую вы посоветуете, какая есть в наличии? Я могу посоветовать вам самую максимальную версию 7+. И какая стоимость у него? В основном составляет 42,444 гривны. Весь контрабандный товар хранят на складе, но если захотите купить, все быстренько организуют. В интернет-магазинах даже никто не скрывает, что эти телефоны попали сюда нелегально. А вот так интернет-магазины торговали Эппл-вотчами. Тоже до старта продаж и тоже неофициальными. А Эппл-вотч у вас есть в наличии? Да, какие конкретно у вас числа интересуют? А сколько цветов есть в наличии? Оранжевый, зеленый, синий и белый. Модели за тысячи гривен любого цвета и любого запроса. За наши деньги нам были готовы привезти даже часы за 21 тысячу долларов. Если процентов предоплаты от общей стоимости, их с Европы везут. А если мне не одни нужны? Да, конечно. Продавцы тоже не скрывали, что часы попали сюда нелегально. То есть они пока официально не завозятся? Пока официально не завозятся. В Украине официально никто ими не занимается. А это секретные материалы нашли контрабандные Эппл-вотчи в магазинах. Главное определиться с моделью, и их готовы были поднести со склада. Есть на складе. Но их нельзя посмотреть, они запечатаны? Они запечатаны, да. Электронные часы здесь продавали из-под полы. Магазин от вашего гарантия. А чего нет Эппла? Ну, потому что Эппл не обслуживает в Украине. Нет их официально. При этом нелегальные продавцы ничего и никого не боятся. Да и вас заверят, что бояться нечего. Но проблем с тем, что он неофициально ввезен в Украину не будет. Я знаю то, что люди не покупают, и никто еще не жаловался. Те, кто продают такую контрабанду, зарабатывают на этом миллионы. И главный налоговик страны Роман Насиров решил бороться с этой проблемой. По крайней мере, на камеру. Так, если вы видите какой-то айфон 7, можете этим людям сказать, что они злочинцы. При том, что сам полгода назад носил на руке тоже продукцию Эппл. Эппл-вотч. Еще до старта официальных продаж в Украине. В тренде с Насировым были тогда и Гройсман, и народные депутаты. Леонид Емец из Народного фронта и соратники Олега Лешка, Андрей Лозовой и Дмитрий Ленько. И даже мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Одесщины Михаил Саакашвили носили Эппл-вотчи еще до официальных продаж в Украине. И созванивались между собой не по телефону, а по часам. За границей весь Бомонд тоже носил такие часы. Но там ведь продажи были законны и разрешены самой компанией. У Украины разрешений на такие продажи на тот момент не было. Мы отправили письмо в Америку и перепроверили информацию на сайте компании. В списке белых продавцов Эпл-вотчей нашей страны не оказалось. Поэтому все заявления Насирова о преступниках просто не восприняли. Мол, такие гаджеты у многих, а то, что этот телефон можно купить в любом интернет-магазине, проблема не тех, кто покупает, а тех, кто допускает эти продажи. Как так вышло, что в Украину завозят контрабандные телефоны? Почему серый товар свободно продают в интернет-магазинах? При этом бюджет недополучает миллиарды гривен. Мы отправили официальные запросы в два главных ведомства, которые должны контролировать эту ситуацию налоговикам и пограничникам. И задали все эти вопросы. Почему нам удалось без проблем разыскать нарушителей, не отходя от компьютера? И чем же тогда на самом деле занимается главный налоговик страны Роман Насиров? Политивцы говорят, кто купил этот айфон, тот злочинец. А вы не злочинцы? Я думаю, что Насировы, как и многим меньшим высокопосадовцам, важнее начать с себя. И если простые украинцы не боятся показаться преступниками в глазах Насирова и активно раскупают новые гаджеты через интернет, то какие телефоны носят народные избранники? Успели ли они обзавестись новым девайсом от Apple? Секретный материал решили сделать проверку в Верховной Раде Украины. Практически у каждого депутата айфон. Но все еще предыдущие версии. У вас мобильный телефон, не синий айфон сейчас? Можу вас разочаровать, шостый. А тех, кто устоял от статусного Apple, единицы. И у вас не синий айфон? Не, мы не синий, мы на Galaxy, Samsung. Samsung? До речи, я всем рекомендую, он помещается в руке, он помещается в кишени. Ты не отвлекаешься на Facebook. То ли депутаты скромничают приносить седьмые айфоны в стены парламента, то ли просто не дошли до нового айфона руки. Ну и конечно же, многие депутаты уверяют нас, что такие дорогие телефоны сами не покупают и просто их дарят. Седьмые айфоны можно ввозить в Украину и за границей, и в личных целях, а не на продажу. Но не более двух смартфонов в одни руки. Дозволено без декларования завозить для особистого споживания до 1000 евро. При перетене сухопутным кордоном до 500 евро. Но если сумма покупки ваших гаджетов больше допустимого лимита, придется доплатить. Пошлину 10% от суммы, превысившей установленную. И 20% в НДС. Розничная цена айфона в Америке 649 долларов. Поэтому если летите самолетом с одним телефоном, платить не нужно. Но если айфона 2, придется доплатить. Едете на машине, платить придется в любом случае. Но умельцы и нелегалы ухитряются обойти и эти правила. И везут телефоны на продажу, несмотря на все запреты. Мышленцы прикордонных областей седают в микроавтобусы, едут за кордон, купуют. Или им передают, они просто провозят, их используют как транспортный засед, скажем так, для везда. Такая схема, ее умовно называют пиджаки на сленгу митников. Еще одна схема посылки почты. Из-за границы в Украину разрешено пересылать товары без декларирования платежей на сумму до 150 евро. Но на практике никто это не проверяет. Зважаючи на величезный обсяг этих поставок почты, там целых три поверхи на почтанке киевскому в Укрпоште заняты для этих посылок за кордоном, то декларовать можно что за угодно. Вот, извините, такие посылки не открываются и не переверяются. А дальше эта продукция спокойно попадает на полки магазинов и интернет-магазинов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Головко показывает нам на камеру тоже айфон. Правда, не последний седьмой. У меня шестый. У меня шестый, да, старый. Ваш побитый уже. Контрабанда в Украине, говорит, процветает и ничего не меняется. Сегодня, на жаль, система не изменена. Все остается, как я. В контрабанду можно завести в Украину все, что угодно. А те контрабандисты, которым удается договориться с пограничниками на месте до взятку, вообще творят чудеса. В стране Польши зашли айфоны. И у поляков отображено, что это айфоны шестые. Знаете, что вышло в нас? Зеленый горошек. Разница в кольки миллионов долларов, причем, там, даже в евро. Только 3% из 100 везенных в Украину телефонов попадает легально. Остальные гаджеты везут в серую или черную. Товары, которые везут по-честному с уплатой всех налогов и пошин, будут, конечно, стоить дороже. Но потребители привыкли экономить. Я решил себе придбать вот такой телефон. Алексей один из тех, кто искал подешевле, поэтому новый телефон заказал в интернете. Но брендовый мобильник из Штатов оказался не просто серым. Я звернулся до сервисного центра, в якому, коли майстер мені його відкрив, він сказав, що цей телефон не новий. Этот телефон оказался просто бэушным. Ну, отбачите, одна пломба, інша пломба. Это еще одна схема черных продавцов. Под видом новой техники умельцы завозят и продают восстановленную технику. За границей это все называют «refurbished». Это бизнес. Вариант первый – телефон чинили на самой фабрике. Просто его вернули предыдущие владельцы. И он стал дешевле. Вариант второй – такие смартфоны чинят местные умельцы, засовывая внутрь дешевые китайские детали. Белые сборки, желтые сборки. Там, да, там очень массово используются комплектации из разных запчастей. Секретные материалы решили проверить, насколько просто провести в Украину то, что нам нужно без документов. В интернете мы находим компанию, которая занимается перевозками. Ну, мне вас просто посоветовали, что можно завести большую партию товара, но неофициально это сделать. Но завести товар нам нужно нелегально. Чтобы как-то обойти пошлины, чтобы это дешевле было, как это можно сделать? Вы получаете товар без документов, поэтому, собственно, тому, как пошлину вы не платите. То есть мы не декларируем то, что мы провозим? Нет. Всю бумажную волокиту эта компания берет на себя. Любой каприз за ваши деньги. Трошка все проходит через нашу компанию. Там можно вас не касать. То есть никаких там 20% ПДВ, то, что там требуют, это ничего не оплачивается? Нет. Выходит, даже не отходя от телефона, вам готовы привезти любой товар, который захотите. От меня только 10 долларов за килограмм того, что провозится. Но даже если вас поймают на горячем, за контрабанду сейчас светит только штраф. Да и если везти будете телефоны, по нашим законам и контрабандистам-то вас назвать не могут. Понятия товарной контрабанды по закону нет. Каждому переследованию за контрабанду подлагают лишь те, кто ввозят наркотики, кто ввозят прекурсоры, психотропные речевины, зброи. Это называется контрабанда. Все инженое называется таким лагерным термином порушения митных правил, за какие административная ответственность. Административная ответственность, простыми словами, штраф. Поэтому серый товар спокойно продают и дальше. Бюджет недополучает миллиарды гривен, а система взяток и закрытых глаз на таможне работает по старым схемам. Редактор субтитров А.Семкин